Благотворительная акция продовольственного банка стартует уже в 22-й раз. Организация призывает всех неравнодушных жертвовать в специальные урны продукты с долгим сроком годности, такие как макароны или рис. На этих выходных собранное будет передано бедствующим семьям, говорят организаторы. Сегодня международный день борьбы с бедностью, поэтому продовольственный банк начинает еще один этап своей акции и призывает людей активно жертвовать, покупать продукты в магазинах и делиться ими с более нуждающимися людьми. Благословившая акцию президент утверждает, что в Литве немалая часть годных продуктов попросту выбрасывается, вместо того, чтобы оказаться на тарелке нуждающихся. Эту проблему не могут побороть даже развитые страны, где тонны продуктов из торговых центров отправляются на свалку, отметила Даля Грибовскайте. По ее словам, наша страна способна прокормить всех жителей, если пища будет распределяться более справедливо. Именно этим и занимается настоящая армия волонтеров продовольственного банка, которых по Литве насчитывается более 8 тысяч. Я ежегодно поддерживаю эту акцию не потому, что Литва бедствует. В Литве нет недостатка продуктов питания. Литва уже является таким государством, в котором достаточно пищи для всех. Но, к сожалению, эта пища не всегда распределена поровну. Статистика показывает, что число бедных в нашей стране постепенно снижается. Согласно данным Европейской комиссии, каждый седьмой житель не может себе позволить хотя бы каждый второй день поесть мясные продукты. Для сравнения, три года назад в таком положении был каждый пятый житель Литвы. Эту статистику возможно улучшить и дальше, считают волонтеры продовольственного банка. Если продавцы станут реже выбрасывать годные в пищу продукты. На сегодняшний день организация раздала бедным более 5 тысяч тонн продуктов. По данным Евростат, почти 30% жителей нашей страны в прошлом году жили на грани нищеты. А это был один из самых высоких показателей в Европе. Сергей Шалкин, Первый Балтийский канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!